ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 вспомним. Десантники, которых перебросили из Пскова во время операции по принуждению Грузии к миру, они прилетели на аэропорт Беслана на самолете. Они никуда не парашютировались. Не отбелись, не на Схинвал. И на свои уходы дошли. И зачастую быстрее, чем мотопехота дошла из Владикавказа. Но опять они не прыгали с парашюти. Десантирулись по трапу. Поэтому я говорю, дьявол в деталях. И, кстати, очень много было интересных деталей в статье Путина. Мы не прощаемся. Две минуты и мы опять вернемся к нашей беседе. Так, ну, я так понимаю, мы продолжаем беседу с Усланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Сегодня в российской газете его статья Владимира Путина относительно, так сказать, будущего и нашей армии, реформирования ее, и судьбы ее, и так далее. Как она называла? Быть сильными. Быть сильными, да. Вот. И мы начали с того, что пытаемся понять, так сказать, идеологию реформы, которую проводят последовательно, собственно, из этой статьи понятно, что проводят ее не Сердюков и не Макаров. Абсолютно верно. Это реформа, и не видимо Путина. Он берет на себя ответственность за вот эту дико непопулярную. Вот меня сегодня Миша Леонтьев в нашем родийном эфире поправлял, когда я говорил, что стройный хор и хор из очень большого количества голосов хулой покрывает эту реформу. Более того, это голоса кадровых военных. Зачастую очень уважаемых людей. Очень уважаемых людей. Настоящих офицеров и так далее. Вот они, значит, кроют, по чем свет стоит, понимая все это. Понимая, что такие реформы всегда болезненные. Путин взял на себя ответственность за нее. Правильно я понимаю? Да, и в этом смысле эту статью нельзя называть 100% предвыборной. Потому что, как бы, все понимали умом, что Сердюков не может проводить столь радикальные реформы, не имея поддержки. Но, по крупному счету, вот, как бы, руководство, высшее политическое руководство страны никогда в открытую, вот так сказав, это я, да, это мной санкционировано, это я так решил. А там и не один человек, а десятки людей проводят мою волю или, там, волю президента, как бы, в армии. Потому что это надо делать, да. До этого это был удел министра обороны и начальника генерального штаба. Вот сейчас было четко заявлено, вдвойне приятно, что это делается накануне президентских выборов, потому что, казалось бы, надо Сердюкова так немножечко подсдать, да, там, публично его наказать или, там, не знаю, уволить. Это начальник генерального штаба. И это народу понравится. Народ у нас любит когда-то сказать, вдруг президент или премьер узнал, мой народ несчастлив. И он побежал радостно на участке голосовать за прозревшего национального людей. Приятно было, что вот этого дешевого популизма я в этой статье не увидел, да. И на самом деле зачастую очень много высокопоставленных чиновников и даже в прошлом, наверное, премьеры, президент, ты чувствуешь, что люди, ну, как бы озвучивают тот текст, который написан спичрайтерами. Здесь чувствуется, что человек в теме, вот на совещании, да, что, может быть, он и не водил все лично, но статья написана по его идеологии, по его, как бы, под его убеждения. У меня есть просьба, да, 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 давай. Статья для нас все-таки повод, так сказать, правильные, специальные люди, они ее по косточкам разложат, они ее изучат и так далее. Нам-то, ну, мне-то казалось гораздо интереснее поговорить об армии в этой связи, потому что, ну, эти темы болезненные, опять же, вот тот, так сказать, поток интерактива, который во время обсуждения, так сказать, обрушивается там на весь ТФМ, например, он, ну, позволяет, так сказать, догадаться, что людей это очень волнует, это очень интересно. И отнюдь не только служивых людей, или тех, кто раньше служил, или тех, у кого такая перспектива маячит, хотя она все менее-менее определенная, я имею в виду пойти служить по призыву, волнует абсолютно всех. Вот, поэтому давай вернемся все-таки к реформе. Итак, значит, взамен старых, старой советской, чудовищной, огромной, полуторамиллионной, да, неповоротливой. В какой-то момент она была и пяти миллионами, а если брать союзников, то есть советская армия, это вообще как бы была вещь в себе, да, мы собирались воевать со всем миром. Понятно, нет, естественно. Что кроме десантников, которые сейчас, вот в 2012 году уже, что не актуальны парашютные заброски такие, ковровые, да, что еще не современно? Что уже устарело? Ну вот, например, многие, в том числе и военные, причем как те, кто были за реформу, так те, кто были и против, не обсуждали проблему резерва, да. Вот откуда мы будем брать резервистов, даже не на случай глобальной войны, а предположим, если конфликт затягивается, как было в 70-е годы, война на истощение между Египтом и Израилем, да, есть вязкая линия фронта, и тебе нужно ротировать войска, да, потому что солдаты не могут находиться там на линии гипотетического соприкосновения долго. Тебе нужен запас. Хотел бы напомнить, что у Соединенных Штатов, да, у них есть национальная гвардия и резерв, которые, скажем, регулярно забрасываются, обкатываются. А откуда американские резервисты берутся? Ну, знаете, они, во-первых, они создаются сознательно, да, национальная гвардия, это люди, которые там служат, как и в армии, да, там какое-то время в году, причем не только пехотинцы, но и летчики, да, есть летчики там F-16. Но они как и не по призыву, по убеждениям, за деньги, они добровольно, это призыв. Нет, нет, призывной армии в Америке нет. Она закончилась после Вьетнама. А, после Вьетнама. После Вьетнама. А откуда берется вот эта вот национальная гвардия и резерв? Ну, начнем с того, что это определенный дух, да, он как бы, то есть тот, кто не хочет, его насильно невозможно заставить. Америка очень патриотичная страна, да. Патриотизм строится в том числе и на вооруженных силах. Не надо забывать, что в Америке, наверное, как в России, как во Франции нет военных парадов. То есть по Вашингтону никто не ездит на танках, как вот по Елисейским полям или по Красной площади. Но там постоянно устраиваются в каких-то городах показы техники, да, вот эти пилотажные группы Blue Angels, да, на F-18. Там постоянные какие-то встречи там ветеранов. То есть это страна, пронизанная вот этим, как бы, воинским духом, да, вот как бы духом патриотизма. Поэтому там существует количество какой-то людей, которые считают себя необходимым вот быть в резерве, да, чтобы если их там призовут, они пойдут... То есть это добровольная история? Да, безусловно. Это каким-то образом вознаграждается, да. Откуда берутся, откуда возьмутся наши резервисты в новой доктрине? Вот это вопрос. И об этом поставил вопрос ребром премьер-министр, сказав, что у нас нет внятной концепции. Это надо обсудить. Это надо обсудить не только в ведомственных кулуарах, но это надо обсудить и в том числе публично, с привлечением мирового опыта, экспертов, общественности. Там был пассаж про ДОСААФ, но совершенно очевидно, что все-таки роль ДОСААФ, которая была в советское время, да, сейчас она не сопоставима, да. Тогда была призывная армия, кто-то три года служил, кто-то два, вот. Были уроки НВП, была... И ухмыльнулся победоносно, ведь, а. Да, кто-то вообще не служил, да. Была другая страна, да. Поэтому сейчас надеяться, что вот на уроках там какой-то, если мы введем ее в военной подготовке, люди чему-то обучатся, или они там массово пойдут ДОСААФ, то есть полностью положиться на это нельзя. Нет, но у нас же остается все равно, да, и в ближайшее время вроде бы как не предвидится полное исчезновение и упразднение призыва. Там сколько? 175 тысяч? Нет, было 145 тысяч. Вы знаете, на мой взгляд, вот это один из нескольких пассажев, с которыми я не вполне согласен с Владимиром Путином. На мой взгляд, зачем тебе оставлять 145 тысяч, да, особенно если это не связано с проблемой резервы. Но он сказал, что это не связано у нас. Сейчас больше, чем 145, да. Люди не успевают, они не становятся в этой системе резервистами, да. То есть они потом забывают армию, как страшный сон, эти призывники, да. Они не ходят на какую-то переподготовку и так далее. То есть, на мой взгляд, можно сделать полностью профессиональную армию. А если мы не тянем миллион на армию, ну давайте сократим ее, пусть она будет 800, там, я не знаю, 55, без этих 145 тысяч срочников, да. Пусть эти 855 тысяч будут столь же эффективны, это можно сделать, как вот этот миллион с призывниками. Подожди, мы, извините, мы опять обратились к обсуждению статьи. Вот, например, Руслан так и не скажет. Кроме десантуры, что еще морально устарело? На мой взгляд, призыв морально устарело. Призыв. По всем. Хотя... Сама структура, я все пытаюсь добиться, сама структура армии, ведь потому что очень интригующе звучит, там, теперь бригадная система. Вот объясни, что это такое. Там все очень четко расписано по поводу бригад, что, как бы... Они мобильные? Нет, но они более, как бы, компактные, да, потому что основной единицей, которая сражалась у нас, будь то первая Чечня, да, будь то, там, вторая Чечня, Таджикистан, какие-то еще боевые, это была боевая тактическая группа, батальонная тактическая группа, да, это, как бы, эскадрированного, вот, как бы, неполного состава полка, сбивалась его боевая часть, да, как бы, довооружалась и отправлялась. То есть это всегда был, условно говоря, один батальон, потому что остальные были не полностью укомплектованы. Вот премьер приводит статье «Премьер Второй войны», на мой взгляд, он написался, там все-таки речь, наверное, в первую очередь идет о Первой Чеченской войне, тогда была очень драматичная ситуация, потому что все-таки к 99-му году мы уже не собирали сбору пососинки со всего, со всей нашей территории, да, я помню этот посадок. Мотострелки из Мурманска, да, мотострелки из Новосибирска, да, ну, со всюду, да, со всюду, со всюду, чтобы вот это были те, кто могли, могли воевать. Поэтому, как бы, исходили, исходили из опыта, да, нашего собственного мирового опыта. То есть, взамен неповоротливой, долгой, там, кстати, сказать, вот если уж мы, бог с ним, кстати, все время возвращаемся, обращаемся, разворачивание, так сказать, старой структуры, там, сколько там в боеготовность, типа, 5 суток. Боеготовность разная. Нет, ну, там именно эти цифры, 5 суток, а еще там какой-то, если на все-таки военные действия, там перебрасывается большое количество народу. Месяц. Месяц. Ну, естественно, надо отмобилизоваться, да, нужно... Представляете себе, что за это время происходит? Зачастую все за 5 дней кончается, как мы видели с Грузией. О чем мы речь? Еще небольшая пауза. Ну, точно. Вот мы вернулись в очередной студию. Да, Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Собственно, про стратегии и в какой-то степени о технологиях поговорим. Вот тоже, у меня есть глубокое убеждение, что большинство людей не дочитали статью Владимира Путина до конца. Все прочитали первую часть про армию. Ну, как-то, видимо, уже вторую часть про ВПК пробежали по диагонали. Почему? Ну-ка, 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 поясни. Что за наезд? Мне очень приятно было видеть, что вот у нас как-то зачастую вот тут армия, вот тут военно-промышленный комплекс. Вот система реформирования армии. Ну, так и есть. Вот реформирование военно-промышленный комплекс. А вот тут они воюют. Вот впервые, вот в этой статье, эти две вещи рассматриваются вместе. Потому что оборонка и армия – это единый симбиоз, стоящий на страже интересов нашего суверенитета и нас. Соответственно, они должны, как не могут два легких воевать против друга, или одно жаловаться на другое, они должны неким образом в едином дыхании позволять организму функционировать. Я помню даже пассаж, который этому предшествовал, когда там было написано, что, мол, брать чужое, не чтобы заменить им свое, а чтобы научиться делать самим что-то в этом роде. Ну, конкуренция. Ну да, было бы глупо кормить рабочих в Сан-Назере или в Бальцана, когда у нас есть собственные рабочие в Сиро-Адвинске и в Арзамасе. Наверное, все-таки логичнее нам русские рабочие ближе, чем в Розамасе. Русские и итальянские. Почему тогда ездят всякие тигры вместо всяких там, не знаю, сурикатов, пум? Ну, что там у нас есть? Почему? Ну, этот вопрос так до конца и не нашел, все-таки, ответа, да? Министерство обороны приняло это решение. Это просто я поясняю людям, закупить машины тигр, чего произойдет? Легкие бронированные итальянские машины. Итальянские. Итальянские машины тигр. Вместо русских российских аналогов. Это было сделано в рамках того, чтобы не сорвать госзаказ, о снове которого столько говорилось, чтобы сорвать. Это было сделано, я думаю, исходя из трех базовых мотиваций. Первая мотивация, это нужно было оказать интенсивное давление на оборонную промышленность, которая долгое время не имела денег, но говорила, вы дайте нам деньги, и все будет. И начали давать, а ничего нет, как будто и денег нет. И нужно было показать, что вы тут не монополисты. Не считайте, что вы Газпром или РАО РЖД. Рынок оружейный глобален, да, мы не можем заказать там подводную лодку с ядерными боеголовками, но вот уже вертолётоносец мы заказать можем. И нужно было не только показать это, но и довести до конца. Может быть, это было в достаточно жёсткой форме сделано. Слишком показной. Никто до конца не верил, что это произойдёт. Ну вот, как бы, два вертолётоносца закуплены, да, контракт практически на тысячу ювека подписан. И это, кстати, парадоксальным образом, лишившись внутреннего заказа, по крайней мере, армии, группа ВПК, входящая вот в эту империю Дерипаски, да, ГАС и так далее, она смогла улучшить качество, как бы, тигров, которые она предлагала, там, вместо итальянских, три года назад, и получить несколько крупных экспортных заказов, да. Как бы, произошло замещение. А никакого парадокса нету. Конкуренция всегда порождает улучшение качества. Да. А это проявление конкуренции. Иностранные машины тоже ввозились в Россию по завышенным пошлинам? Или как-то у них ситуация по-другому решена? Трудно сказать. Руслан это знает. Кстати, это очень хороший вопрос, потому что, когда говорят, что вот мы всё обсудили, да, и вот это будет стоить там, х единиц, мне всегда интересно, а таможню... Ну, как бы, на марте поддержки покупают дороже, чем это есть. Да, да. Вот это очень интересный вопрос, кстати. Я как-то над ним однажды подумал, вот, грубо говоря, в этот миллиард двести, за который мы купим мистраль, туда вложена, грубо говоря, там, 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 вложенная пошлина, или потом специальным указом президента Министерство обороны будет освобождено, или мы ещё должны будем чуть-чуть приплатить, там, приложив деньги из одного кармана в другое. Это, кстати, законодательная база не отработана этого, потому что всё, что закупалось до этого, это были практически, там, тайные операции, там, по-тихому побежали, да, и под прикрытием финской фирмы купили, там, я не знаю, что ли. Другое дело, что для нашей страны это, вовсе, опять же, об этом вспоминает Путин, что для страны это, вовсе, так сказать, не новая какая-то технология, даже ведь в годы войны, вы помните, вернее, перед войной, он же приводит пример, да? Ну, это известный. Танк такой, сякой, пятнадцатый, из которого вырос лучший танк, что ромировой. Все танки до Т-34, это были лицензионные танки, причём купленные абсолютно легально, никто их не украл. Ну, о чём мы речь? Просто покупали документацию, производили по лицензии, поэтому всё, что мы видим, вот, в фильмах, там, до сорок первого года, вот, про военных, да, какие-то там, вот, военно-романтические, так сказать, амурные истории, типа, там, «Два сердца» или где вот «Кристалинская игра», это вот это всё, это всё лицензионные танки, да? И что я? Ну, вот, по поводу, ну, я просто по поводу, уже в конец статьи расскажу. Не надо в конец. Не надо статьи, мы про армию говорим. Вот, Путин пишет, развитие ОПК только силами государства неэффективно уже сейчас, а в среднестроечной перспективе экономически невозможно. Важно продвигать государственное частное партнёрство в оборонной промышленности. Вот мне, как обывателю, очень странно, что в армию пускают частные капиталы. Нет, здесь всё очень, как раз, очень логично и просто. Вот центр, которым я руковожу, и хозяином которого я на 50% являюсь, он тоже может считаться, условно говоря, оборонкой, да? Просто мы делаем не железо, а мы производим знания. В прошлом году у нас была попытка поработать на Министерство обороны. Мы совместно там с Государственным институтом Министерства обороны выиграли некий тендер и должны были провести как раз научно-исследовательскую работу о том, как организовывать импорт, да, законодательно, как он организован в развитых странах, как он организован в развивающихся, как организовывать передачу технологий, то есть как бы гуманитарное исследование, но на службе военных. Там по целому ряду технических причин оно не было реализовано, да, но мы надеемся перезагрузить этот мир и выполнить его в интересах Министерства обороны. Вот. Но просто идет какая-то концепция, она открывает, что армия становится менее закрытой и туда начинают пускать действительно частных предприятий. Нет, 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 речь о том, что вот сейчас есть небольшая группа частных инвесторов, среди которых самый известный ныне вновь только что назначенный советник президента Медведева Михаил Абызов, группа людей, увлекавшихся охотой, стрельбой, в процессе своего увлечения выяснила, что у нас проблемы со стрелковым оружием, часто со снайперскими винтовками, что да, они были хороши, но 30 лет назад. Поэтому все спецподразделения у нас, кто реально работает, по-тихому тайно вооружались береттами, вооружались финскими винтовками, там, юаровскими, и они решили делать собственное. Причем, когда они это запускали, у них не было надежд, что у них купят силовые ведомства. И они решили, что вот мы будем делать для биатлонистов, мы будем делать для охотников, но если на нас обратит государство, внимание, мы купим. Вот сейчас они делают, испытываются, абсолютно с нуля созданное производство, абсолютно частное, там, 4 инвестора, люди не бедные. А не хорошие эти винтовки? Знаете, я не специалист по стрелковке, но все, кто специалисты, говорят, что очень хорошие, не хуже, чем... И вот с винтовок, я понял, мы, да, давай, получается, логично перейдем, вот, к этому самому вопросу конкуренции. Насколько сейчас наш ВПК, наш УПК, который ведь тоже был долгое время, как и армия наша, несчастная, по постсоветские времена переживала, тяжелейшие, вот, со всеми утечками, со сопутствующими тяжелыми экономическими ситуациями в стране, насколько наша ВПК потеряла и потерялась в этом мире, насколько ВПК-то теперь, собственно, конкурентный. Потому что сам подход, сама идеология, мол, вот ВПК, вот конкуренция, вот армия, вот они туда-сюда, совершенно справедлив. А реально-то, что там осталось-то от былой мощи? Ну, смотрите, ВПК, вот тот огромный советский ВПК, который мы унаследовали, Россия где-то унаследовала, наверное, 85-87% наследия советского, да. Часть производств, ну, например, самый известный пример, в Запорожье остался завод «Мотор», который сейчас называется «Мотор Сич», который делает... Азиационные двигатели. Азиационные двигатели для вертолетов. Он еще делает для ракет, да, небольшие двигатели. И, с одной стороны, мы вроде бы создали сами двигатели для замены производства для ракет, но они у нас хуже и дороже. Поэтому покупаем на Украине. То есть есть целый ряд производств, который остался за рубежом. Но все-таки в основном осталось это у нас, да. Часть вещей дублировалась и было избыточно, да. В свое время у нас были заводы в европейской части, война, они были эвакуированы из Урал, и там они и остались. В результате получились дублирующие производства. Поэтому если вдруг один из этих дублей там как бы умер, но второй нашел место под солнцем, наверное, это не самый худший вариант. Произошла как бы, ну, естественная санация. Поэтому нынешние ВПК мы можем условно поделить, ну, на три категории, да. Они неравны. Меньшая часть, даже в самые худшие времена, хорошо финансировалась государством. Ну, классический пример – Московский институт теплотехники, разрабатывающий топ ЛМ, Ярс и Булаву. Страна была в дефолте в 98-м году, но господин Соломонов получал денег очень много, регулярно сдавал их назад в бюджет, даже так как не смог их освоить в течение года, за что там большинство оборонщиков его ненавидело. Потому что те деньги, которые он не освоил, они же могли пойтись по другим, да. Там, Воткинский завод, который делает Искандер, тот же Ярс, Булаву, тоже они, они как бы финансировались. Таких предприятий было немного, но они были, да. Где потери больше всего, ощутимее всего? Так вот, там потерь не было, да. Дальше. Был целый ряд предприятий, которых Министерство обороны или какие-то другие силовые ведомства перестали финансировать, но они были лидерами глобальными, и они вписались в мировое, как бы, разделение труда, как поставщики для мирового рынка. Ну, классический пример – это сухой, да. Министерство обороны в течение 90-х практически не покупало сухих, но их покупал Китай, Индия, Вьетнам, теперь Венесуэла, Уганда. Далее по списку, да, самый, наверное, продаваемый после F-16 самолет, только F-16 американцы уже в 80-е годы продавали, а у нас первый контракт на пороге 90-91 года в Китае по продаже самолетов. То есть, как бы, самый продаваемый русский самолет – это самолет Су-27, Су-30, его двухместная версия, и второй, как бы, второй бестселлер после F-16, который продан больше всего. Соответственно, эта компания успешно вписалась, да, но даже они понимали, что военный рынок, он финален, да, люди не могут покупать технику так, как они ее покупали во времена Холодной войны. Поэтому Михаил Погосян, вот, который сегодня докладывал Путину в Комсомольске на Амуре, хотя над ней все смеялись, вы же военная фирма, да, откуда вы это можете, как вы можете знать. Они решили делать гражданский самолет, вот этот регионал, сухой Суперджет, да, условно 100-местный самолет, что мы вот его сделаем, да. Сначала говорили, что он его не сделает, потом, что он не полетит, потом, что он полетит, но не будет сертифицирован, потом, что он будет сертифицирован, но его никто не купит. Вот, сейчас показано, что, в общем-то, это некая success story. Да, с задержками, но сейчас нет ни одного гражданского самолета, которые повлияли на актуальность этого самолета для наших дней, которые выступают. Вот, поэтому они вот как бы понимали, что вечно на военке нельзя будет ехать, и вот начали в какой-то момент с использованием своего как научного, так и денежного задела от военных продаж, в первую очередь на экспорт, как бы делать гражданский самолет. Вот это как бы вторая категория, таких как сухой, их несколько компаний, несколько даже десятков. А дальше вот есть большой-большой кусок, как бы третья корзина, где в основном предприятия разной степени неблагополучности, да. Ну, возьмем классический пример «Ижмаш», да, в Ижевске предприятие, которое делало автоматы Калашникова. С одной стороны, у них был какой-то заказ от государства, что-то оно у них покупало. С другой стороны, у них были какие-то точечные продажи, там, природоохранной службы Кении, армии Бутана. И у них было два крупных контракта. Да ладно. Да, на поставку большой партии автоматов и сборочного производства в, собственно говоря, в Венесуэлу и в Ливию. Были большие деньги, но предприятие старое, на нем работает несколько тысяч человек, да, там огромные цеха, которые надо отапливать. То есть эти деньги не были пущены в перепрофилирование, в перевооружение, в разработку. Они были проездены. И предприятие, в результате, в какой-то момент оказалось под банкротством. То есть оно вроде бы как бы пережило смутные времена, но по факту это была хроника отложенной смерти, да. Понятно. За что, конечно, предыдущему руководству надо бы, конечно, прописать, да. А вообще, слушай, всего лишь отправили в отставку. Очень хороший слоган. Я вижу, как над воротами завода висит, на синем фоне, так мы вооружили армию Бутана. И природоохранную службу Кении. Ну, правда, круто. Ну, вы знаете, есть и другие курьезные вещи, когда вот скрывается, например, что там на одном из совещаний было сказано, что Джибути берет противотанковых комплексов Корнет больше, чем Красная Армия, да. Ну, нынешняя армия, да. Казалось бы, Джибути, как Сингапур, город Северство, это в Африке. И? А что выяснилось? Почему так? Что они покупают противотанковых комплексов. Я не знаю, с какими танками они собираются бороться. Может быть, кто-то на них поедет. Что они больше, чем... Наверняка они просто в обход какого-то эмбарго. Нет, 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 Джибути — это респектабельное государство, там французская база, может, они боятся, что французы захотят их купировать. Французы, точно. Да. Так, друзья, заканчиваем разговор с Русланом. Очень коротко, в режиме Блиц. Значит, в армии затеянная реформа, и это хорошо. Не то, что это хорошо, и это неизбежно. Срок есть у реформы? Начало мы примерно определили, 3,5 года назад. Есть. Революция начала. Вот, есть революция конца. Вы знаете, безусловно, конец этого должен быть. На мой взгляд, еще где-то года 3-4. Активная фаза. Да, при условии, что государство не начнет резать военные расходы. Потому что если военные расходы будут резаться, то все скомкается, и так и останется незавершенкой. Мы знаем, что была утечка, что комиссия Шувалова готовит сокращение военных расходов. В пятницу министр финансов Силуанов заявил, что нет, это неправда. В ближайшие три года мы ничего сокращать не можем, и не будем, и не планируем. Вот поэтому нужно помнить, это еще Наполеон говорил, что деньги – это нерв, ну или кровь войны. Вот если будут деньги, тогда можно будет провести реформы. А если опять придется, так сказать, вот как бы без денег, постарайтесь сделать без денег. Ну, это невозможно в принципе. Хорошо. Слушай, ну и самое интригующее, тоже очень коротенько, пожалуйста. Что это там в начале, все-таки, мы хотели, мы договорились, не рецензировать статью, там было про лучевое, физическое, метафизическое, небесное оружие. На самом деле, статья хорошая произвела на меня реально очень сильное впечатление, но все-таки в паре мест улыбнуло, да? Боевые проклятия. Видимо, спичрайтеры… Боевые проклятия. То есть понятно, что может быть оружие на новых физических принципах, но вот лучше не распространять, что оно будет там генное, пучковое, температурно-влажное, да? И второй момент, у меня, конечно, улыбнула всерьез необходимость мыслить на 30-50 лет вперед. В общем, все, кто занимаются как бы аналитикой, можно заниматься футурологией, да? Там вот люди будут, я не знаю, с рогами, или все будут лысые, как Кузичев. Но совершенно очевидно, что… Кое-кто уже на полпути. …невозможно планировать дальше, чем на 10-15 лет. То есть если бы кто-то сказал в 80-м году, когда вот здесь были Олимпийские игры, и Брежнев был, да, что в 91-м году, да, через один с половиной лет Советского Союза не будет… Смешно. Да, это было бы смешно. Поэтому всерьез думать о том, что мы вот сейчас создадим какое-то мегаагентство, и там будут сидеть какие-то черепа, и вот они будут заглядывать в силу и мысли… Нет, потому что это дискуссионная тема, потому что ты мне сам говорил. Нет, 7-15 лет. Что корабли, прости меня, строятся 15 лет. Нет, 7-15, да. Ну как? Но, нет, 7-15 лет мыслить, да. Но пытаться реально планировать на 30-50 лет, с таких же успехов можно реально планировать на 300-500 лет. Все, заканчивай, знаете, чем беседую? Как у нас был однажды в эфире футуролог, и он сказал, говорит, все эти шарлатаны предсказывают будущее, там, что будет в следующем, там, через год и через пять лет. Я вам скажу точно, когда закончится этот кризис. Через 600 лет. Руслан Пухов, друзья, был у нас в гостях. Что, заберешь блин? Да, друзья, спасибо. Именные блины, наверное, вам еще не вручали. Все, друзья, Руслан Пухов, директор Центра Америки. Спасибо вам большое. Зовите, я всегда к вашим слугам. Субтитры сделал DimaTorzok